всем привет меня зовут юля я рада видеть вас на моем канале урокодили совсем скоро у нас будет праздник день святого валентина вообще праздник такой достаточно спорные да и многие считают что его не нужно как-то праздновать это в общем неправильно для некоторых да но я считаю что это не то что праздник а просто день в который можно лишний раз уделить внимание любимым людям и не обязательно это будет только любимый мужчина да вообще всем родным и близким проявить свою любовь но в общем напишите ваше мнение на счет этого праздника а сегодня я предлагаю вам связать вот такое сердечко которое можно использовать в качестве подставки под чашку если его связать с более толстой пряжи и более толстым крючком либо например сделать из таких сердечек гирлянду или использовать в качестве декора для открытки вот если вам это интересно то оставайтесь со мной также хотела бы сказать что видео это я снимаю не одна а соленая пара щенка на ее канале тоже будет мастер-класс по вязанию сердечко и если вам интересно то переходите на ее канал ссылочка будет в описании ну что сейчас давайте приступим что же нам понадобится нам понадобится крючок и нитки я вязала из того что у меня было дома в наличии это пихорка ажурная и крючок номер два с половиной если не ошибаюсь я буду вязать две нитки но вообще я хочу еще связать такие сердечки именно в качестве подставки под чашку из более толстой пряжи например можно акриловую просто мне нет дома такой пряжи если найдутся какие-то остатки то буду из них вязать а специально покупать конечно же я не буду вообще да такие подставочки и мелочи очень хороши для того чтобы избавляться от остатков и так сейчас набираем цепочку из воздушных петель в количестве восьми 8 вот наш ряд будет состоять из 8 петель плюс 1 петля для подъема и теперь вяжем столбиками без накида 8 петель в каждую петельку наборного ряда то есть во вторую петлю от крючка и дальше поехали в каждую таким образом вяжем до конца ряда так связали последний 8 столбик теперь разворачиваем вязание снова набираем петлю воздушного набираем воздушную петлю для подъема и в обратную сторону вяжем также 8 столбиков и так повторяем ряды до тех пор пока у нас не получится квадратик у меня это 8 рядов я провязала значит 8 петель на 8 рядов сейчас мы будем делать ушки на вот эти ушки вязать сердечек это первую будем вязать вот будем вязать в середину стороны квадрата столбики с двумя накидами делаем два накида вводим крючок в центр стороны квадрата и провязываем столбик с двумя накидами всего нам нужно провязать 9 таких столбиков вот в одну эту точку 1 теперь 2 все вяжем в одну точку у нас как раз за счет этого получится закругление провязываем 9 столбиков с двумя накидами когда 9 столбиков сделали в самый уголочек провязываем соединительный столбик захватываем нитку и протаскиваем через петлю на крючке теперь повторяем то же самое с этой стороны то есть делаем второе ушко нашего сердечка и вяжем 9 столбиков с двумя накидами серединку этой стороны квадрата провязав 9 столбиков снова прикрепляем соединительным столбиком и начинаем делать последний ряд обвязку сердечка в самую первую точку сейчас мы с вами будем вязать такие ракушки всего их должно вот по этой стороне у нас получится четыре штуки и так вводим крючок в первую точку провязываем столбик без накида затем столбик с накидом в эту же точку и столбик без накида сюда же соседнюю дальше идем у нас тут это боковая сторона дальше прикрепляем соединительный столбик провязываем вот у нас получилось 1 это ракушечка идем дальше повторяем столбик без накида столбик с накидом в эту же точку в эту же точку столбик без накида и присоединяем соединительным столбиком на солнышко без накида столбик 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 с накидом Так, и без накида. Теперь смотрите, вот в самый уголок, да, у нас где угол квадрата, мы делаем соединительный столбик. Набираем 3 воздушных петли. И в это же место снова соединительный столбик. То есть мы сделали пико, тем самым провязав уголочек сердечка. Теперь повторяем такие же ракушки с этой стороны. Их у нас должно также получиться 4 штуки. Столбик. Так, нитка зацепилась. Столбик без накида. С накидом. Столбик без накида. Присоединяем. Столбик без накида. Столбик без накида. Столбик без накида. Присоединяем. Так, 2. И еще 2. И присоединяем. И дальше у нас уже начинаются ушки сердечка. Здесь точно так же вяжем такие же ракушки. На каждом ушке у нас тоже должно быть по 4 вот этих закруглений. По 4 ракушки. Вот так. Вяжем до половинки. Да, половину сердечка провязываем. Так. Присоединяем. Без накида. Без накидом. Тут, я думаю, все просто. Так. Накидом. Без накида. Как только начинаю болтать, сразу сбиваюсь. Так, 2. Еще 2. Так. Вообще, напишите в комментариях ваше отношение к такого рода праздникам. Потому что сейчас, по-моему, очень такие бывают бурные споры на эту тему. Хотя, я считаю их, в общем-то, беспочвенными в том плане, что каждый человек решает сам, какие праздники ему праздновать. Да и вообще, в целом, как ему жить. Итак, довязали четвертую ракушку. Смотрите, мы подходим к центру. И здесь мы делаем столбик соединительный до серединки. И в следующее отверстие тоже соединительный столбик. То есть, серединку мы проходим. Естественно, не провязывая здесь никакие ракушки. И теперь, по второму ушку, точно так же, провязываем 4 ракушки до конца. Когда провязали 4 ракушки и дошли до конца, делаем соединительный столбик в то место, где у нас начинался этот ряд. Вот сюда. Соединительный столбик. Ниточку затягиваем и обрезаем. И вот такое сердечко у нас получилось. Нам осталось только спрятать кончики и отпарить его. Посмотрите, какое получаю... Вот оно у нас получилось такое еще волнистое. А вот это сердечко я уже отпарила. И оно гладкое и ровное. Вот, получится. Как говорится, до и после. Вот, отпарить и будет тоже все ровненько. И вот если прям такое маленькое, мне кажется, очень красиво будет на открыточку его использовать в качестве декора. Если же свяжете из ниток потолще и крючок возьмете побольше, то подставка под чашку будет отличная. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал и вяжите такие милые сердечки. Еще на моем канале есть мастер-класс по вязанию мини-сердечек. Прямо, которые там из одного ряда состоят. Их на одежду можно... Ну, украшать одежду ими детскую, например, панамочки какие-то. Тоже оставлю ссылочку, переходите, посмотрите. И не забудьте перейти на канал Алены, посмотреть мастер-класс по вязанию сердечка, который она предложит. Вот, все. Ну, а на этом все. До скорой встречи. Пока-пока.